Глава Нарьинмара Олег Белак выступил с традиционным отчетом о деятельности администрации за 2018 год. По словам мэра, одно из главных достижений – это повышение эффективности бюджетной политики. Удалось стабилизировать финансовую ситуацию практически на всех городских предприятиях. Так впервые за долгое время администрация закончила год с профицитом в бюджете. О том, что еще важного, прозвучало в докладе, расскажет Олег Хатанзейский. 2018 для администрации Нарьинмара стал годом стабильного развития. Именно с этих слов Олег Белак начал свое выступление перед депутатами городского совета. В центре внимания бюджетная политика. Градоначальник заявил, финансовое состояние муниципального образования медленно, но верно улучшается. Многие предприятия постепенно выходят из долгового кризиса. Так, например, в прошлом году мэрия профинансировала сразу несколько важных для столицы региона проектов. Во всех муниципальных предприятиях повышена ставка первого разряда в соответствии с адресовыми соглашениями. Чистый город вовремя закрыл лизинг по технике. По КТС впервые за 10 лет вошел много год без долгов по налогам. Кроме того, по итогам отчетного года город исполнил все взятые на себя обязательства. И впервые за последние годы закончил финансовый год без просроченной кредитурской задолженности. Что касается бюджета городской администрации, то прошлый год удалось закончить с профицитом. На языке финансистов доходы превысили расходы. Остаток на балансе 17 миллионов рублей. Олег Белак пояснил. Профицит – результат, в частности, увеличения доходной части казны, а также сокращение количества муниципальных программ с 10 до 7. Подробно мэр Наринмара в своем докладе остановился на работе местных предприятий. Одно из основных по КТС. В штате более 300 человек за минувший год удалось значительно снизить количество инцидентов на объектах тепловых сетей, что напрямую влияет на жизнь всего города. Несмотря на непростое финансовое состояние по КТС, связанное с давними долгами обанкротившихся управляющих компаний, предприятие целенаправленно снижает долговую нагрузку. И можно даже сказать это с опережением. За 2018 год задолженность перед ресурсоснабжающими организациями снизилась более чем на 80 миллионов. Отдельно хотел бы еще поблагодарить и Наталью Николаевну и коллектив за мероприятия, которые были проведены в рамках ОЗП 2018 года. Следующий в списке – «Чистый город». Олег Белак отметил, пожалуй, нет в регионе другого предприятия, работа которого находилась бы под столь пристальным вниманием. Особенно в зимние и весенние периоды. Содержание дорог, проездов, тротуаров, вывоз ТБО, озеленение и благоустройство – это далеко не полный перечень обязанностей коммунальной организации. Глава Наринмара заявил, несмотря на все существующие проблемы, предприятие развивается. В прошлом году удалось увеличить финансирование «Чистого города». Кроме того, понимая, что главное предприятие – это люди, мы вместе с вами увеличили ставку по рабочей специальности на 5%. Эта же работа будет продолжена и в этом году. Принято решение увеличить ставку первого разряда на предприятии на 2 месяца раньше, чем у всех бюджетников. То есть, если у нас округ принял это решение с августа месяца, скажем так, те возможности, которые у нас у городского бюджета есть, эта позиция согласована с администрацией округа, понимаем, что работникам «Чистого города» у нас есть возможность увеличить зарплату, и мы это с вами сделаем. В своем выступлении глава Заполярной столицы отметил и работу автотранспортного предприятия. За минувшие 12 месяцев перевезено порядка 2,5 миллионов пассажиров, выполнено 53 тысячи рейсов. Между тем, уже в июле на линию выйдут сразу два новых автобуса большого класса. Они будут оборудованы специальными устройствами для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Технику купили в Лизинг. После выступления Олег Белак ответил на вопросы народных избранников. Депутатов интересует уборка дорог и тротуаров от тающего снега. Ситуация в некоторых районах едва ли не катастрофическая. Ежедневно десятки жалоб. Мэр заявил, силами только «Чистого города» вывезено 54 тысячи кубических метров снега. Это на 30% больше по сравнению с прошлым сезоном. Сегодня сотрудники коммунального предприятия работают в две смены. Увеличена даже штатная численность. Впрочем, мер недостаточно, признался Олег Белак. Главная проблема – нехватка тяжелой техники. Безусловно, требования наших горожан по повышению уровня и доступности, и обеспечению безопасности прохода, они совершенно обоснованы, и нужно их в своей работе учитывать и планировать в бюджете эти мероприятия. У нас ведь была очень, скажем так, непростая ситуация в «Чистом городе». Сейчас этой ситуации вроде как таковой уже нет, все стабильно финансируется. Привлекаются дополнительные для выкачки одной только лужи, мы привлекли, скажем так. У нас общая сумма израсходованных средств на привлечение сторонной техники, если не ошибаюсь, более трех миллионов рублей. То есть это те средства, которые мы уже израсходовали. Глава Наринмара отметил, в планах предприятия купить еще несколько единиц техники. Деньги на эти цели уже есть. Что касается отчета о проделанной работе администрации, то доклад депутаты городского совета приняли, правда, не единогласно. Девять народных избранников проголосовали за, один против, еще двое воздержались.